Телеканал КРТ представляет Жаль, что сам поэт не дожил каких-то 13 лет До исполнения пророчества, сделанного им в далеком 1958 году. Впрочем, живущие в Украине могут лишь высказать американцев свое экспертное мнение о том, что до дна им еще скрести и скрести, а уж потом можно будет с определенной периодичностью пробивать очередное дно. Так, например, очередное очко Авертона начал разрабатывать белокожий активист Black Lives Matter Шон Кинг. И вот либеральная на всю голову общественность всерьез обсуждает его призыв в Твиттере снести статую Иисуса. Цитата. Да, я считаю, что статую белого европейца, якобы Иисуса, тоже надо убрать. Все это разновидность белого шовинизма. И так было всегда. В Библии, когда семья Иисуса захотела спрятаться и стать незаметной, угадайте, куда они отправились. В Египет, а не в Данию. Снести их. Конец цитаты. Далее, извините мой оголтелый расизм, этот белозадый не успокоился и заявил, что белый Иисус – ложь и инструмент превосходства белых, а христианство стало оружием угнетения. Он также утверждал, что белые бы никогда не приняли религию от коричневого. Смешно. Этот поц просто нашего черного Анджи Аделаджу с его белым посольством Божиим не видел. После этого Кинг высказался за удаление всех изображений белого Иисуса, его матери Европейки и их белых друзей, включая фрески и витражи. Понятно, что статуи Иисуса в хунвейбинском списке БЛМ стоят не на первом месте. Но вот до статуи седьмого президента Эндрю Джексона активисты уже добрались. Здесь несколько символических моментов. Во-первых, Джексон изображен на 20-долларовой купюре, но почему-то активисты БЛМ не отказываются от использования этих мерзких зеленых бумажек с портретом рабовладельца. Во-вторых, Эндрю Джексон – основатель Демократической партии США и первый в истории США президент-демократ. Да, Джексон был не просто рабовладельцем. Он создал Демократическую партию как политическую надстройку над рабовладельческой экономикой Южных Штатов. Но именно кандидат от этой партии стал первым черным президентом Соединенных Штатов. Однако и тут не все так однозначно. Дело в том, что еще в 2007 году газета «The Baltimore Sun» привела генеалогическое исследование, согласно которому в 1850 году прапрапрапрадедушка Обамы Джордж Вашингтон Овералл имел в собственности 15-летнюю девушку и 25-летнего молодого человека. А его прапрапрапрапрабабушка Мэри Дюваль – 60-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Правда, тогда ответ пресс-секретаря Обамы Билла Бартона о том, что предки сенатора от Иллинойса являются типичными представителями Америки, был спокойно воспринят общественностью. А сейчас я бы на месте исследователей покопался и в родословной кенийского папеньки Барака Хусейна Обамы. Дело в том, что прибрежные мусульманские племена нередко торговали с европейцами своими языческими земляками из кенийской глубинки. Так что сам собой напрашивается сенсационный заголовок – «Рабы предков матери Обамы были отловлены и проданы в рабство предками отца Обамы». На фоне всего этого безумия можно оценить гражданское мужество вице-президента США Майкла Пенса, который во время интервью отказался от предложения тележурналиста повторить мантру «Жизни черных имеют значение» и твердо заявил «Все жизни имеют значение». Демонстрирует стальные текстикулы и Дональд Трамп, который, несмотря на протесты и угрозы, возобновил свое предвыборное ралли митингом в Талсе, штат Оклахома, городе, где ровно сто лет назад прошли крупнейшие расовые волнения в истории штатов. Кроме того, Дональд Федорович призвал задерживать всех, кто сносит памятники. Чтобы понять, как быстро и бесповоротно меняется за последние месяцы мир, я процитирую фрагмент из знаменитой книги Збигнева-Бжезинского «Великая шахматная доска». На сегодня это не более чем литературный памятник недолгой эпохи однополярного мира. Однако те сферы, которые обеспечили штатам недолгое, но беззаговорочное доминирование, обозначены весьма четко. «Америка занимает доминирующие позиции в четырех имеющих решающее значение областях мировой власти. В военной области она располагает не имеющими себе равных глобальными возможностями развертывания. В области экономики остается основной движущей силой мирового развития, даже несмотря на конкуренцию в отдельных областях со стороны Японии и Германии. В технологическом отношении она сохраняет абсолютное лидерство в передовых областях науки и техники. В области культуры, несмотря на ее некоторую примитивность, Америка пользуется не имеющей себе равных притягательностью, особенно среди молодежи всего мира. Все это обеспечивает Соединенным Штатам политическое влияние, близкое которому не имеет ни одно государство. Именно сочетание всех этих факторов делает Америку единственной мировой сверхдержавой в полном смысле этого слова. На сегодня, возможно, только в военной сфере Штаты сохраняют определенный перевес, да и то уже далеко не во всех точках земного шара этот перевес можно конвертировать в политический успех. Северная Корея и Афганистан – два очень разных, но весьма показательных примера на эту тему. Экономическое и технологическое превосходство США на сегодня неощутимы. Более того, их нередко приходится поддерживать при помощи санкций. И вот наступила очередь культурного превосходства, которое растаяло буквально за месяц расовых волнений в Соединенных Штатах. Квинтэссенцией этих процессов стал отказ Трампа от роли мирового жандарма и объявления о выводе войск из Европы и Афганистана. Целые обширные регионы выходят из-под контроля Вашингтона, буквально провоцируя других мировых и крупных региональных игроков брать их под свой контроль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова